Конечно, есть пожелания. Я ведь еще похороны стали напомнить. Когда в Латвии даже латыши плакали, сказали плакать и плакать. Это теперь они по-другому относятся. А тогда не так все было. И первое, что я бы хотел, я бы очень много хотел еще сказать молодежи. Первое, это молодые люди, не верьте тому, что все в советское время было отвратительно. Это очень важно не верить. Здоровье от слова дерево, древо, с древо будь. Когда рубят корни, дерево вянет. Советский Союз для нас корневая система. Мы должны отрубить сучки, засохшие, корявые, но мы не должны рубить корни. Поэтому и листва наши вянет, что мы не взяли то лучшее, что было в советское время, с собой в наше будущее. И живем поэтому на таком поганом настоящем. У меня было минимум три тысячи друзей за все время, за все время, пока я жил в Советском Союзе. Ни одного не посадили. Я недавно разговаривал с одним бизнесменом, он говорит, у меня всех пересажали. Я говорю, так они же были спекулянтами, они же были фарцой. Он мне возразил. Правильно, они и должны были сидеть. У нас была самодеятельность, были союз писателей, был союз композиторов, были великие театры, были лучшие театры, самые образованные артисты в мире были. А недавно меня студенты первого курса ГИТИСа мне говорят, конечно, у вас хорошее образование, потому что вы родились в 19 веке. Я говорю, чего? Они говорят, ну, у вас же 1948, значит, 19, и впереди цифра 19. Разве можно подобное представить себе, чтобы было в советское время? Мы в уме считать до сих пор умеем. А как книжки обсуждались на кухне, а какая живость ума была, играли. Я смотрю на молодых людей, они не умеют, вы знаете, что ни один молодой человек у меня еще не выиграл в настольный теннис, кроме профессионалов. Я не профессионал, но они не могут, они в шахматы со мной не могут играть. Они в шашки не умеют играть, а преферансии я вообще не говорю. Они не умеют в волейбол играть. Смотреть, как на подмосковных озерах играют наши волейбол, это чернобыльские кузнечки коленками назад. Это накачанные мышкоблудцы. И я им все время хочу сказать, учитесь и развивайтесь так, как мы развились когда-то. Я учусь ведь у вас, молодые, мыслить по-современному, а почему вы не мучитесь у нас? Учитесь учиться. Учиться, учиться, это не значит сдать ЕГЭ. Это не значит купить оценку. Научитесь у нашего поколения учиться профессионалов. Ведь они придут работать на места. Это же страшно. Скоро нельзя будет лечиться. Учиться не у кого. Если учительница русского языка говорит, у этой медали два конца. А другая учитель сказала, Жанна Дарк была кастрирована. Они же русского языка не знают. У хирургов страшно операцию будет делать. Ложишься на стол, а он из четырех вариантов один выбирает, что тебе вырезать, как на ЕГЭ. Повара. Молодые повара пришли в кафе. Я в кафе не заказывал больше грибы. Они же не разбираются в грибах. Они грибы могут собрать только в гугле. Я выехал с молодыми в лес под Владивостоком, в тайгу. Я им рассказывал про растения. Казалось бы, им это не надо. Я им про тайгу рассказывал. Девочка порезала ногу. Я говорю, подорожник принеси парню ее. Он говорит, а что такое подорожник? Я говорю, ты подорожник не знаешь? Он говорит, я внедорожник знаю. Я говорю, внедорожник не надо прикладывать ей. И вот эти олухи ходят ко мне, милые, замечательные, способные необычайно, но с девственным мозгом. Они ходят ко мне на концерты, потому что я им рассказываю, как стать счастливее в жизни. Через удобоваримую, юмористическую, в юмористическом соусе приготовленную мораль практически. Вот чего им не хватает. Их никто не хочет цепануть, торкнуть правдой. И поэтому мое пожелание – получайте образование. Образование не от слова Фурсенко и не от слова Ливанов, и не от слова Министерства. Министерство вообще слово «стерство» слышно в этом. Министры слова «монстры» из одного корня выросли слова. Монстры – министры из одного древнего латинского корня. А я бы им сказал, ребят, образование – русское слово от слова «ра», «свет». Это разум. Образование – это разум, а не ум. Не накачивайте свой ум. Ум – это компьютер. Умный человек опасен. Вот если вы только развиваете свою память, вы опасны для общества. У нас говорят «дьявольский умен», но никогда не говорят «дьявольский разумен». И бросьте этот фальшивый лозунг, нам образование ни к чему. Не будете счастливыми. Слово «счастье» от слова «соучастие». Вы не будете знать, как соучаствовать в жизни другого, чтобы стать счастливым. Есть герои среди молодых? Я думаю, что они есть, но они не формат, и поэтому их не показывают по телевизору. К сожалению, некоторые из них стали нашистами. Кстати, слово «нацизм» от слова «наше» русского. Произношение просто другое. И мне не нравится то, что, мне очень обидно, что обрубленные корни ведут к национализму, к шовинизму. Национализм, шовинизм, неприятие других национальностей – это отсутствие образования. Потому что если ты образован, ну вот зачем мне завидовать евреи? Я обманул в жизни семь евреев. Меня только три. Семь-три в мою пользу. Ну чего я буду антисемитом? Я знаю, как использовать евреев в себе на благо. Но если ты лох, тебя евреи разведут по полной программе. Хотя бы ради этого, ребята, образовывайтесь, чтобы этого не случилось в жизни. Также я считаю, что учиться надо у всех национальностей чему-то. У немцев есть чему поучиться. Точности, умению работать. Мы же работать разучились. Смотрите, вся Москва в гастарбайтерах. Ко мне подходит официант-гастарбайтер, спрашивает, вино будешь? Сразу на «ты». Он говорит, вино будешь белое или черное? Он даже не знает слово «красное». Его официантом сделали. Молодежь так интересуется всем, что чувствуется, лидеры появятся скоро. Такие светлые, со знаком «плюс» лидеры появятся. И вот тут их надо вовремя, вовремя как-то успеть подпитать. Поэтому я хочу заниматься своим здоровьем, чтобы подольше жить. Потому что они, может быть, не скоро появятся. Может быть, мне еще лет 200 прожить надо, чтобы успеть быть им полезными. Но тут есть еще одна закалыка серьезная. Ладно, скажу вам о ней. Я на Алтае встретил Цирушника этого недавно. Вот и с ним был разведчик Штази и Ми-6. Они интересуются такие престаре... Они совсем престаре, постаревшие Джеймс Бонды. И так как их списывать не хотели совершенно, им дали другое задание. Историческими корнями белой расы заняться. И они ездят к нам, они понимают, откуда корни растут. Но самое из этого поганое, что они дают деньги из подвале на раскопки археологические, которые ведутся у нас. И вот, например, они помогали костенкам, они помогали триполью раскапывать. И они хозяева. Вот же в чем дело. К ним попадут знания, и они их опять преподнесут человечеству в кастрированном варианте. Но еще противнее, что они дают деньги на образование некоторых славянских обществ. А вот это уже опасно. Это серьезная опасность. И они уводят опять от правды, зная, что славяне и русские заинтересовались своими корнями. Ну и у нас есть много интересных людей, к которым прислушиваются. Так что мы еще поборемся. Сцру!